итак ребята всем привет сегодня у нас интересное видео в том что очень часто мы копаем и у нас встречается запутка железная латунная медная и вот эти медные латунные вещи я не выбрасываю а с собой забираю домой сегодня перебираем что интересного сейчас именно наших находках мы посмотрим нельзя и будем сдавать нынешнее время кто не работает итак ребята вот такая куча образовалась собираю я плату нет много интересных вещей посмотрим разберем их по ведрам будем их надпиливать метафилями чтобы узнать что латунь а что медь потому что на приемках это когда не принимают и не учитывается так что сейчас будем отличать отделять красный от желтого так что возможно что то у нас интересное будет вещей достаточно много всяких так что посмотрим что интересно нас получится ребят получилось целое ведро латуни к сожалению целое ведро латуни хотелось бы чтобы ведро было меди но здесь вот немножко получилось вот так вот такой якорь смирный проволок но он железный не знают как его примут или нет это раз во вторых вот эта проволока вот на пробок она вроде как медно но она только омедненная внутри она стальная не знаю прокатит нет посмотрим между получилось к сожалению не очень из сесса пупки которые интересные к которой попалась вот такой вот медный топор паяльник грубо говоря им раньше паяли радиаторы вот такая накладка не знаю посеребрянный что лечу а здесь даже серпы герб имеется серпы молот вот такая задняя крышка часов от больших это наверное от столового предмета от ножа от вилки не знаю тоже вот душка от замка брать флоту арик харев или чилин чем такое еще вот такая вот интересная вещица но это наверное по войне кто знает ответит кусок от самовара от краника колокольчика вот это определить это к нему но это не медь и не латунь как видите это какой-то белый сплав внутри пустотелы что такое не злой птичка может все возможно так вот такой вот еще краник не знаю смогу 1 лечить такой с обоих сторон смотрите здесь отверстия здесь отверстия что-то краник от самовара график не знает дальше вот такая от медная декоративная непонятная такая вот тоже накладочка красивая ложечка оказалось . сдавать не буду и такая ступка но это железо ступка знаете что-то долбить не знаю поехать посмотреть сдать но жарко не он king там кустах устах поехать сдать попробовать и перед вами читаться железо к сожалению я сдал но сдавал по 18 сейчас 20 23 ладно и так ребят в общем сдал я немножко латуни меди с той проволокой которая была медненная не получилось вон она лежит к сожалению вот и в итоге зал немножко железок и получилось как тут так вот ребята почти 9000 ребят 9000 ну существенно лату немного получилось там почти 15 килограмм меди тоже и в итоге вот получилось 9000 хорошо неплохо место хорошее нашел стоимость черметов здесь 23 за 46 процентов вот здесь наверное ближайшее время и будем сдавать металла вам а сейчас с кингом купаться кинг купаться поедем купаться да поедем купаться и так ребята в принципе вы видели все сами заработали сегодня немножко с кингом немножко деньжат и мы вправе сегодня немножко отдохнуть покупаться как с кингом успеха ребят сегодня мне в очередной раз вернули кинга как вы знаете у нас кинг выступал в москве но к сожалению он у нас занял второе место но судья сказал что у него перспективы огромный то что это самая красивая собака на выставке но подготовка к сожалению пострадала Пострадала Подготовка у нас, к сожалению, слабенькая Собаки всего-навсего Год Полтора года, ребята Полтора года Там были титулованные взрослые собаки Подготовка у нас Слабенькая, физическая Но судья В очередной раз, как и в Казани Сказал, что Наша собака лучшая На выставке В частности, в Москве Мы, к сожалению, заняли второе место Еще раз повторюсь Но для нас это все-таки победа Потому что питомник Самара Ланда Выставлял нашу собаку Единственную, нашего кинга Также они выставили Своих девочек, сучек Сучки тоже заняли второе-третье место Но наш кинг В принципе, себя зарекомендовал хорошо Согласно Словам судьи, что это Самая-самая красивая собака Лучше собак он не видел Сами знаете, в Москве судьи титулованные И как бы сказал, что Ну, немножко физуха у нас Сладенькая А так в целом Собака самая красивая Самая умная И перспективы у нас лучшие Да, кингуля? Да, ты моя собака Вы даже не представляете, как он был счастлив Когда он увидел меня Когда выгрузили его из машины И первого, кого он увидел Это меня По запаху учуял Прямо на грудь прыгнул Так приятно Было очень приятно То есть, встречу я не заснял Но Сами понимаете, когда собаки долго не видят своих хозяев Они просто безумно Безумно счастливы Вот так что Кингуха Вернулся Но ненадолго, правда Ребят, будут еще выставки Две выставки Ну, здесь в Тольятти будут Потом будет, по-моему, в Рязани Или что-то в этом роде Вот И в августе очередная выставка в Москве Нам сказали заниматься Ездить на велосипеде Плавать, купаться И мы сейчас этим делом и занимаемся Кингуля, где наша палка? Палка где наша? Палка где? Где палка? А? Ну-ка ищи Ищи, где палка наша? Где палка? Вот мы сейчас в данном случае Будем, ребята, купаться Вот он у нас уже понырял Покупался От души Такая вот у нас ручушка рядом А, вот Взять Он обожает, обожает палочки Прям от души Так что поплыл в очередной раз Вот так что, ребят Сегодня мы немножко подзаработали Девять с лишним тысяч заработали Это просто, знаете, просто мусор Мусор, который валяется обычно у копателей под ногами Латунь, медь Маленького размерчика Я не брезгую и всегда собираю цветной металл Крупный металл я тоже собираю Мелочью, конечно, не особо занимаюсь Но латунь собираю И сегодня вот латунь сдал Немножко килограмм получилось железо В итоге получилось классно Вон, притащил мы Так что девять с лишним тысяч Я думаю, хороший Хороший результат за сегодняшний такой вот день Так что сегодня очень приятно Много новостей у меня Кинга вернули Заработали чуть-чуть Не напрягаясь Так что все На этом и все Мы сейчас будем дальше С Кингом отдыхать Развлекаться В наших просторах У нас самая красивая природа Наверное, во всей России Самарская область Одна из самых красивых Так что людей здесь не очень много И мы наслаждаемся отдыхом Так что вот такой вот, ребята Спонтанный видеосюжет Как оказался Решил сходить в гараж Немножко почистить То, что у меня накопилось Которое, грубо говоря, уже ни к чему В итоге получилось шикарно На этом и все, ребята Не брезгуйте Собирайте цветной металл Железо В итоге потом сдадите И порадуйтесь Как я сегодня порадулся Жить Как говорится Хорошо А хорошо жить еще лучше Точно Так что на этом и все Всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok